Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Бедность на Алтай будет курировать новый министр труда и соцзащиты. Не подходит новое здание. Подрубцовский туб-диспансер одобрили не все депутаты. Мы споем лучше, чем Тима Белорусских. Барнаульцы предлагают свои кандидатуры для Евровидения. Новым куратором Алтайского края по бедности стал Антон Котяков, министр труда и соцзащиты страны. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко на профильном совещании. Смена куратора произошла из-за снятия с должности с предшественника министра труда и соцзащиты Максима Топилина. Тот взялся за край после того, как Алтай вошел в пилотный федеральный проект по борьбе с бедностью. Это значит уровень социально-экономического развития региона в десятке худших в стране. После первого визита в регион Топилина власти разработали проект опережающего развития. Чиновники присчитали, что для всех необходимых мероприятий в край в течение пяти лет должно было прийти 150 миллиардов рублей. Правда, потом стало известно, что речь идет только о 10 миллиардах. Сейчас идет большая работа с программой ускоренного развития края. Финансовые возможности, к сожалению, все время уменьшались. Но даже не настолько большие деньги, как мы изначально предполагали, все равно будут нам поддержкой и возможностью что-то дополнительно создать. Мы пока выбрали социальную сферу, социальные объекты. Они сильно влияют на качество жизни. Объявили предупреждение. Таким оказалось наказание для бийских депутатов, которые предоставили неверные сведения о доходах в 2018 году. На февральском заседании Думы было принято решение за каждого нарушителя, а их всего 10 человек, голосовать отдельно. Кстати, ЛДПР – единственная партия, в которой не оказалось провинившихся. Изначально депутаты собирались голосовать за исключение своих коллег, но вопрос так долго откладывался, что за это время вступили в силу новые поправки в законодательство, предполагающие альтернативные, кроме лишения мандата, меры ответственности. В итоге народных избранников просто пожурили, а наказанием стало предупреждение. Лишь два депутата проголосовали против. На сессии Рубцовского городского совета приняли решение передать бывшее здание горздравотдела в пользование Рубцовскому противотуберкулезному диспансеру. Казалось бы, благое дело, но голосовавшие против считают, что подобное решение не является правильным, и оно не во благо жителей города. Это не выход сейчас перенести с западного поселка поликлинику в центр города. Здание, оно не приспособлено, и оно тоже старое. И кругом напротив районная больница. Рядом, значит, жилые дома. 300 метров детский парк и площадь Ленина. Ну это просто вот, ну это невероятно. Тем не менее, руководитель отдела Роспотребнадзора ГУБИ встала и сказала, что даже вот ее дословно слова, что такое размещение возможно. Надежда Дрюпина, выступая на сессии, еще раз подчеркнула, что при переезде поликлиники тубдиспансера в центр опасность заражения людей сохранится. Смертность от туберкулеза продолжает расти только за последние полтора месяца. По данным медикам, в Рубцовске умерло 7 человек. В плохом состоянии еще 9. Дрюпина предложила написать обращение к губернатору о строительстве и открытии нового тубдиспансера в связи с экстремальной ситуацией по заболеваемости. Но ни представители Единой России, ни ЛДПР. Предложение не поддержали, считая его утопией. Теперь Надежда и ее коллеги из КПРФ намерены подготовить официальное обращение на имя генпрокурора России о несоблюдении закона об основах охраны здоровья граждан. Самые промышленные, динамично развивающиеся, а теперь самые благоустроенные. Таковы итоги 2019 года для Октябрьского района Барнаула. Накануне его глава представила общественности традиционный годовой отчет. Рассказывает Илья Кочетков. Более 30% промышленности города сосредоточено в Октябрьском районе. Так повелось исторически, так остается и сейчас. Более того, за последний год ситуация изменилась со знаком «плюс». По показателям, по итогам работы года, он же оценивается по индексу промышленного производства. Более 108% индекс промышленного производства. И средняя зарплата у нас в районе самая высокая среди средних и крупных промышленных предприятий. И количество работающих самое большое у нас в районе. Особая гордость благоустройства. Вот только цифры. За год высадили полтысячи деревьев, десятки тысяч цветов. Разбили шесть новых клумб, создали новый зеленый уголок у главпочтамта. Излучайно в 2019-м Октябрьский впервые стал первым в городском конкурсе по благоустройству. Кроме того, впервые за много лет совместными усилиями власти и общественников началось возрождение районного парка культуры и отдыха, он же изумрудный. С мертвой точки сдвинулось наконец-то. То есть там уже были какие-то работы и очень большие. И сейчас мы рады, что у нас возобновится изумрудный парк. Мы в молодости ходили туда на дискотеку, на танцы. Поэтому это для нас очень приятно и мы рады этому. При этом глава района признает, проблем остается много. Самое пожилуострое – аварийное и ветхое жилье. В Октябрьском районе таких домов около 200. Их сносы и предоставление жителям новых квартир над этим и многим другим работать в 2020-м. Много планов и на дальнейшее благоустройство. Как и сейчас, руководство Октябрьского района надеется на помощь предприятий и простых горожан, которым не безразличен родной район и город. Пильяк Четков, Александр Антропов. День с толком. Пункт проката костылей и колясок открылся в Барнауле. Воспользоваться услугой могут как взрослые, так и дети. Пункт появился на базе комплексного центра социального обслуживания населения. Люди с ограниченными возможностями здоровья могут взять многофункциональные кровати, противопролежневые матрасы, кресла, коляски для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, костыли и ходунки. Средства реабилитации предоставляют время на сроком от трех месяцев до одного года. Воспользовались услугой уже 43 семьи. Конкурс, который мы проводили в преддверии Дня всех влюбленных, завершенный. Вот еще один пригласительный на ужин для двоих нашел своих обладателей. В ресторан «Дон Корлеоне» отправилась вот эта молодая, но крепкая пара. Уютное место отдыха с авторской кухней и напитками ребятам пришлось по душе. Кстати, расположен темпераментный, так называют ресторан, на улице Балтийской. Кроме зоны отдыха для взрослых, здесь есть и детская комната. А в будние дни с 12 до 16 часов «Дон Корлеоне» предлагают 20-процентную скидку на все меню. В России новые выборы, кого отправить на Евровидение. Так известный продюсер Игорь Крутой предложил передать честь представлять Россию Тиме Белорусских. Он известен по нескольким хитам, в том числе «Мокрые кроссы». Достоин ли этот молодой артист петь за всю страну на главном вокальном конкурсе мира? Судя по опросу, не все барнаульцы так считают. Мне нравится русский рок старенький, а Тима Белорусских мне не нравится. А кого вы бы отправили на Евровидение? Если из групп, то какой-нибудь пикник. Королевство, Кривых, Зеркал. Я плохо пою, честно. Я его не слушаю. Ни одной песни не знаете? А, ну, «Мокрых кроссов». А напоете чуть-чуть? Не. По мне, какая-нибудь Полина Гагарина бы лучше подошла к этому конкурсу, чем Тима Белорусский. Почему? Ну, мне кажется, она более талантливая и одаренная, чем он. Ну, как вам такая идея? Ну, песни мне его не особо нравятся. А вы сейчас знаете какие-нибудь его песни? Какие-то «Мокрые кроссовки» он поет. Никак, я не знаю, кто это. Тима Белорусских, согласны с этим? Нет. Почему? Ну, не знаю. Я бы отправил Гагарину Полину опять. Да какое «Евровидение»? Я бы лучше спел, отмечаю. Вчера отмечали 75 лет Антонову. Его ж никто не отправит на «Евровидение». Может, Филиппу Киркарова. Ну, точно не Бузову. А может быть, Тима Белорусских? Его можно больше. Есть альтернатива какая-то? Другой певет певица. Кипела. Ольгу Бузову. Почему? Ну, она лучше всех поет. А хотят Тима Белорусских? Он же Белорусский. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар». До встречи.